Девушки отдыхают Угу, ну кто там еще раз? А, это вот Ты какого хрена трубку не берешь? Я занят, я альтернативу ищу А ты какого хрена раньше времени звонишь? 50 тысяч лет еще не прошло, или у меня часы отстают? Да нет, просто у меня тут очень важная информация. Это мое наблюдение за органиками в этом цикле. А, ну и что же из себя представляют новые цивилизации? А, да как тебе сказать? Что, все настолько неоднозначно? Ты даже не представляешь насколько. Смотри, одна из самых мощных рас, синекожие женщины, чье влияние целиком и полностью основано на трех аспектах могущества. Технология, биотика и политика. Знаю. Не угадал. Систи, жопа, отголоски твоих любимчиков. Объясни мне, какого хрена британские технологии все еще валяются тут и там. Ты же сам сказал, что позаботился об этом. Э, да как так-то? Повези, пожалуйста, на линии, я скоро. Давай только быстрее тут грабительский роуминг. Ага. Ослы, я же приказал вам уничтожить все британские технологии. Че ты орешь? Я гигантский жук. Какой с меня спрос? Тут дом. Алло, ты еще тут? Ага. Ладно. А есть там кто-нибудь, чьи технологии не основаны на округлостях? Есть. Кварианцы. Самые технологически развитые цивилизации органик. О, так вот, может быть, они нам и помогут. Не думаю, что это хорошая идея. Они забрели слуг, который выберли их с родной планеты и с тех пор эти болваны уже несколько столетий бомжуют по галактике. Вот и подумай, какой братьев они нам найдут. Да эта альтернатива нас потом из Блечного Пути днями погонит. Точно. Хитрожопая разведка в галактике. Во как. Наверное, могучие и выносливые. Ааа. Ну да. Срок жизни 40 лет. Конституция такая, что их ветром сдувает. Да что ж такое. Я ведь говорил, нужно было в Андромеду улетать. Там такого бардака поди нет. Говорил же. Да все уже поздно. Я недавно звонил в Андромеду, там больше мест нет. Пока мы тут цилипались, там уже Джордан нишу занят. Джордан. Ну только подумай. Жалкий плагиат. Профанация. Джордан. Такие. Ладно, не бомби. Давай я тебе о других расах расскажу, раз уж позвонил. А что, это еще не все? Не все. Есть еще волосы. А зачем нам волосы? Мы что, решили стиль сменить? Да не волосы, а волосы. Алло. Волосы, говорю. Не ори ты так в трубку, я понял. Волосы. Ну и что там эти волосы? Подают надежды или опять все плохо? Да как сказать. Они и правда подают надежды. Опа. С этого момента поподробнее. До тех пор, пока их из скафандра не вытрясти. В таком случае они растекаются как медузы. Понятно. А кто-нибудь еще? Ханары. Нет, хватит с меня этих идиотов. Сначала молились про Таана, потом пришли на коллекционеров. Так скоро и на меня выйдут. О, великий просветитель, укажи нам путь. Веди нас. Мне что, заняться больше нечем? От этих медуз больше головной боли, чем пользы. Пусть он уже свой сериал про Абласту дальше снимает. А с каких пор у нас болит голова? Стоп. У нас вообще есть голова? Хороший вопрос. Не отвлекайся. Там есть еще кто-нибудь? Эл Коррэ. Ну? Баранки, гно. В каком смысле? В том смысле, что стальной лист в баранку согнут. Такие вот они сильные. А генетический потенциал? Слушай, ну какой потенциал у безэмоциональных существ, уже десятый год пытающихся поставить Шекспира? Дурдом. Кстати, они его таки поставили. Говорят, премьера уже через два года. Я уже билеты прикупил. Пойдешь? Не юродствуй. Там еще кто-нибудь есть? Есть кроконы. Высокий технологический потенциал. Многообещающее генетическое разнообразие. О, вот с этого и надо было начинать. Ну да. Уничтожили собственную цивилизацию, сократили рождаемость до сотых доли от единиц, и теперь главный ресурс галактики для них это кроконские бабы. Не, не пойди. Вот бабам доверять нельзя, а тем, кто доверяет бабам, тем более. Это у меня моя жена научила перед разводом, когда забирала все мое имущество и вышвыривала в темный космос в одном панцире. М-м-да. Так, кто-то еще по списку. Ага, есть еще яги. Но они пока тупые. Есть какие-то птицы. Не, не надо. Нам хватило проблем с птицами в прошлом цикле. Здесь искусственный интеллект летает по космосу, никак не может дом найти. Идеально. Нам своих дураков мало. Ну да. А, вот есть еще дреллы. Отличные ассасины, выносливые, умные. Но... Но генетический потенциал почти нулевой. Не подходит. Зато у ктурианцы. Я же сказал, никаких птиц. Это не простые птицы. Это очень хитрожопые птицы. Развитые, важные все такие. Моложе Азари, зато место на нашей цитадели себе таки урвали. Давай-ка возьмем их на карандаш. Ладно. Это все? Да, это все. Дур-дум. Обход своих хранителей, назначая спасителями вселенной. Ей-богу. А, не, погоди. Еще ведь люди есть. Люди? Ну да, люди. Усокий потенциал, но зато полный разброд и шатания. Нашли архивы твоих протежей, оторвались до ретранслятора. Подпас вылетали буквально на тарантазах из деревянных досок. Но умудрились при этом дать леща хитрым курианцам прибугнуть курианцам и соблазнить кучу Азари. А сейчас они быстро набирают политический вес в галактике. Да и размножаются, как не знаю кто. И что ты о них думаешь? Думаю, доверимые в решение проблемы темной материи, они всю галактику разнесут и скажут, что так и было, и ведь им поверят. Дипломаты хреновы. Не страшно, мы их преобразуем, глядишь, и помни. Охотно верю. Знаешь, какого в них бестселлер недавно все рекорды побил? 50 оттенков серого, часть 12, наиздание дополненное с голографическими картинками в 3D. Ох, ёл. Я понимаю твои опасения, но посуди сам, какой у нас выбор? Подумал, лучше доверить спасение вселенной Азари? Ну не знаю, твои британи очень хорошо о них отзывались, вот потому и вымерли. Давай так, аккуратно, ты слышишь, аккуратно намекни людям, что галактика в опасности, и только они ее могут спасти. Ладно, только аккуратно, чтобы никаких лишних телодвижений. Да понял, я понял. Ну бывай. Алло. Здорово, помнишь, ты работу искал? А что, есть что-то? Ага, помнишь такого, Сурона Артуровича? Сарана Артариуса, помню. Ну вот, мы решили дать турианцам шанс. Аккуратно, свяжись с ними, разработайте вместе план по вербовке человечества. Только что без шума и крови. Говно вопрос, начальник, как два пальца. Алло. Аккуратно. Свяжись с турианцам и скажи ему, что надо бы с людьми разобраться. Только без шума и крови, лады? Ладно, ладно. Вот и все. Тихо и без крови. Делов-то. Так будто мы тут всех голубим и кровоточим. Держант. Чё? А чё? Возьми несколько своих самых тихих ребят и наведи шороху в пространстве людей. Турианцев постарайся не трогать. Без крови? Конечно, без крови. Откуда у нас крови? Павел? Капитан, собирай отряд лети к людям и взорви там что-нибудь, только тихо. Если тихо не полотится, быстро оттуда ума, то не боюсь натуряться. Алло. Чего тебе? Чего-чего? Подколыбить хочешь? Хочу. Тогда проведи пиар-компанию среди людей. Скажи, что на вашем древнауте открылся, ну, например, бесплатный курортный санаторий. Приплати их всех на борт, и пока не прохлаждается, собери генный материал. Понял? Алло. Алло. Долбаный мегафон. Алло. Пусть зараза. Считано вовремя оплачивать. Пишлёп. Так. Мужики, хотите подзаработать? Хотим. Я так и думал. Тогда надо собрать генетический материал людей. С насилием или без? Не знаю. Передача к нас помехами. Давай как получится. Как закончите, доложите. Окай. Ну, чё встали? Пошли работать. Начнём с колоний. О, глядите. Это Шепард. Где? Нам приказали срочно с ним связаться. Где тут канал связи включить? Какая кнопка? Это? Алло. Шепард. Говорит капитан корабля коллекционеров. Вы выбраны в качестве спасителя галактики. Вам срочно необходимо спуститься на планету для ведения мирных переговоров. Алло. Да что же у вас ничего не работает-то? Ну всё, парни. С этого момента галактики пиз... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok